Всем привет, в эфире Грэг и... Собственно, что случилось в прошлый раз? В прошлый раз случилось одно, я бы сказал, глубочайшее недоразумение. Что произошло? Я, как честнейший в мире человек, подумал, что то, что у меня не стреляет герой, является всего лишь задумкой авторов. Но сердобольные люди в комментариях подсказали мне, что я, мягко выражаясь, неправ в Сием-предположении и посоветовали мне грохнуть скрипача. Кажется, скрипач долго не жил. Ну вот, так, знаете, каску я выбрасывать не буду. И что я туда выброшу? Костяная труба. Издаёт пронзительный тонкий звук. Замечательно. Ну, тут совершенно недалеко как раз комната с боссом, так что сильно запариваться не придётся. Кто-то оказался очень недоволен тем, что скрипач загнулся. Ладно, невидимости погнали. Я вижу в саже какую-то книгу, почему она не сгорает. Верные пали на колени и вознесли молитвы к погребальному пламени могилы. Но всё же, если раз стараться, можно заставить бога повиноваться. Мягко под ногами корчащее мясо источает влагу. Взять древний том, сыграть на флете в кости в холод и в одиночество отойти. Так... Ну, что ж... Только я хотел сказать, что я явно перебдел... Как? Изо всех щелей повылазили слизни. Восхитительно. Не, ну ладно, слизни, по-моему, блин, самый безопасный противник во всей игре. Если, конечно, они не блюются. Единственная проблема, они юркие и быстрые. Ну, я смотрю, они даже не распадаются на два. Так что... Ну... Мальчики для битья, короче. А, вот и выход. Не, ну что, будем париться? Не будем. Будем, не будем. Будем, не будем. Не будем, будем. Ладно. Фиг с ним. Валим. Я подозреваю, что каждый решенный квест... Сейчас заглянем в нашу доску расследований. Каждый решенный квест двигает нас вперед к тому, чтобы... Да, да, что-то вот... Некромикон мы нашли. И еще два предмета. Еще два предмета прошли мимо нашего зоркого ока. Я не сильно вас буду трудать. Я выкину гимн сюда. Масковую маску. Одену на себя каску. Я одену на себя каску. Я выкину эту масковую маску. Надеюсь, вы не слишком громко смеялись. Так, соли я, пожалуй, оставлю. Я их, типа, выложу. На самом деле, типа, оставлю. Вот так вот. Защита от кислоты. Так, и эта фигня у меня тоже есть. Ладно. Возьмем с собой два анха. Ну, в принципе, а что? Анхов у меня тут еще. Два лишних валяется. Почему бы нет? И ныряем в следующий уровень. Ныряем? Ныряем. Ныряем. О! Собственно, я бы раз вам все... Давайте я вам почитаю это все. Почему я это не читал никогда? Да. Во время загрузки программа перестает снимать видео. Я это обнаружил еще когда снимал первое видео. Со стороны Арххем... Блин, я уже зафейлил. Прибрежный городок. Со... Со стороны. Со стороны. Со стороны Арххемской аптеки Хамонда на старой рыбачной площади высадитесь в сильно ржавый серый автобус. Он берет влево на Хай-стрит и скоро уже движется среди величественных старых особняков, проходящих по Лоу-Грин-стрит. И, наконец, выезжает на длинный монотонный участок дороги на морском берегу. Автобус внезапно грохочет и бледный водитель с блеклыми выпученными глазами приказывает нам выйти на улицу. Get the fuck out! Эм... Замечательно. Так можно в чем-то порыться. Так. Ну что же, ребята, это у нас абсолютно новая локация. Не терпится узнать, кто же здесь противник. Очень много ящиков. Ну, хотя... Какая-то мелочь, честно говоря. Что-то какие-то копейки денег. Копейки инфы. О, объектик. Сейчас попандалируем немножко тут. Капитанский сундучок. Изучить. Деревянный сундук капитана обитый свинцом, чтобы содержимое оставалось сухим, даже если корабль затонул. Этот набит наполовину другими-то схемами и графиками, и наполовину примечаниями в архаичной стилистике письма. Здесь не так много непосредственно интересного, но то, как эти существа справились с этим, и как четко записывали все наблюдения, показывает, что они некоторое время следили за нашей деятельностью. Ну... Ладно. Эй, ну давайте уже, слушайте, я в нетерпении. Кто монстрятина здесь? Ящики резко обомжили. Так, еще объектик. Тут висит петля. Похоже, у кого-то был плохой день. Да, они правы, это знак, это все без... Ээээ... Короче, на заметку. Если у вас нету особой строчки интерактивной для предмета, не трогайте его. Вот типа это, видите? Кусок коралла. Многие люди находят подобное красивым, но если присмотреться, этот кусок коралла кажется грубым и просто грязным. Ах, там что-то в глубине, что-то колючее, издевающееся, что-то, что пыталось уколоть мою ногу. И лучше закрой отверстие-то раковиной. Вот так. Хех, пытайся теперь выбраться отвратительной и влажной... Понятия не имея кто. Это было... Неприятно. Что тут сплошные объекты? Странно резная фигурка и слоновые кости ручной работы. Похоже, это черепаший панцирь опирается на скопление щупалец или каких-то отростков. Спереди есть что-то вроде лишней краба или омара и пары больших глаз. Блин, чуваки, вам бы нанять какого-нибудь... Вам бы нанять какого-нибудь чувака, который бы вам за грамотность пояснил. Вы уж без обид. Но то запятые не в том месте, то причастные обороты... Я раньше не замечал, потому что я, честно говоря, обычно бегал, пролистывал, прочитывал и шел дальше. Но... Так... Кто-нибудь мне объясните, пожалуйста, что это... Так... Я что-то взял? Почему он восклицательным знаком помечен? Банка с малой. Ладно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-то! Какие очаровашки! Так... Спасибо, что никто из вас не взрывается. Так... Ну, поведение у вас явно аналогично культистам. Хотя видок, конечно... Выглядит забавно. Да... На рыба людей, конечно, не очень похоже. А может и похоже, слушайте. Блин... Шустро бегают. Так, мне не нравится наличие у этих парней стрелкового оружия. С другой стороны, количество аптечек, которые я захватил с собой, хватит на маленькую больницу. Так... Ну и все, в принципе, то же самое. Стрелять они могут только если... А чего они убегают? Стрелять, ребята, могут только влево-вправо. Я подозреваю, это было сделано, чтобы они тупо не стояли и не стреляли, если что, в вас. А хотя бы как-то двигались. Слушайте, они шустрые. Они очень шустрые. Те же самые культисты. На порядок медленнее бегают. Ну ладно, не на порядок, но... Уж точно медленнее, чем эти засранцы. На порядок это я, конечно, маху дал. Так, локации явно увеличились. Чёрт. Эй, ну, ребята, где же вы? Канат. Канат. Блин. Мне это очень не нравится. Я начинаю беспокоиться о том, что мне придется не просто каждую дверку туда влазить. Челюсти. Челюсти акулы. Челюсти огромные акулы. Эти существа явно находят в число высших морских хищников. С ними не следует шутить. Может, это отсылочка к боссу. Может, тут будет босс. Огромный. Ну, то есть, челюсти это такие карасики тут. А босс будет акула. Ладно, хрен его знает. Перекат, перекат. Фильмец. Вот это вот точно рыба-человек. Верю. 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 Верю в твою рыбу. Ничего себе. Верю. 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 скрещивались с этими рыботварями, то ли еще что-то. Общий смысл какой был? Вот это уже не люди. Ну, это и не зомби, как бы вам могло показаться, наверное. Это гибриды людей и... И... И нихрена вас там. Короче, это у нас гибриды людей и морских обитателей. Я что-то не пойму, ты хороша или не хороша винтовка. Какой-то странный звук. Я тебе сам прикладом напихаю, блин. Так, мне так не нравится. Я лучше буду шмалять с брейн-брей. Моя любимая тактика почти в любой игре, в которую можно стрелять. Ничего себе он... Фу, не, вы видали, блин? Я-то думал, они опасны своими пукалками, а на самом-то деле вот то, что он может с приклада тебе напихать, это вот это, вот это реальная опасность. Ну, блин, да, гибриды, конечно, жгут, жгут. Интересно, на что рассчитываю? Я что, его сломал и... Я что-то не понял. У меня сложилось впечатление, что я его сломал, а потом открыл, но при этом дропа там не было. Звучит не очень круто. О, о, я вижу ящичек со скарбом. Чё это, чё это, чё это, чё это? Блин, да и ложечку эту, в принципе, надо нафиг послать. Ладно, пока таскаем этот мусор. Во, было бы круто, если можно было ещё и машину рвануть, а? Интерактивность, детка. Блин, просто сельская вечеринка алкашей, вот честное слово. Сельская вечеринка злых, рыбоподобных алкашей. Рыбомордых, во, рыбомордых, да. Хотя, наверное, это звучит как дискрептика, и лиминация рыбомордых людей. Это расизм! К рыбомордам. Рыбоморды тоже люди. Хоть рыбоморды... Короче, я бы в такой деревне жить не хотел. Тут чё-то как-то явно нездоровая атмосфера. Так, ракушечка. Большая серая ракушка с чем-то клейким на ней. Хо! Много букв. Половина очень большой утречной раковины с тонким слоем чего-то клейкого, на ней нанесённого на плоскую сторону, которая использовалась для записи текста. Должно быть именно так, а не пишут под водой. Здесь написано, дорогой Роберт, демон Султан Азазот, который и есть эта реальность, существовал какое-то время с безымянным туманом. Из этого тумана образовались врата и ключи. Туман формул великую тьму, из которой выползли шапни гура. Выползла. Ключ повернулся, врата открылись, мать его родила. Что это у вас там за ключ был? Лорд Ктулуху в Танган, в Танган, в Танган, в Танган, в Танган, в Топку. Возник из этого могущественного союза. Твой Анисифор. А, твой Анисифор. Я серьезно, ради твоего блага, прекрати уже общаться с Элизой. Ой, и они такие милые, культисты. А может просто намягко указывать на то, что, твою мать, да я уже поехал. Блин. Нет, слушайте. Вот, 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 тут вот все в порядке. Здесь большие пространства. Ни хи... Ту-ту-та! Вот это я понимаю, ловушка, ребят. Вот это я не ожидал. Это я реально не ожидал, я реально струхнул сейчас. Так. У нас квестовый обжект. Поплавки. Блин, какой-то, я подозреваю, тут очень-очень замудренный квест, да? Бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Блин, надеюсь тут больше в машинах Никакие зондеркоманды не прячутся Потому что это было О, ну блин, я реально Не, ладно, ладно, все Это было классно, это вы меня подловили Я бронзовый замок Я нереально струханул Скажем так Струханы не надул, но Ё-моё Но струханул Мне тоже какую-нибудь веселую музыку Наверное, поставить Потому что мягко и непринужденно принуждаем к миру тех, кто не хотел принуждаться к миру. Так, кажется, золотых ключей-то у меня как раз и нет. Блин, с одной стороны замков дофигища. Ну, то есть не замков, а предметов, которые можно было бы поюзать, но толку-то. Толк-то не такого. О, а я ничего так покоцал-то, в принципе. Ну, ладно, с таким количеством аптечек, в принципе, можно грудью прыгать на любую образу. Не, это... Сделал... Твою ж, налево! Может, нужно было защиту от яда какую-нибудь намылить, а? А то парни жарят не по-детски. Че там стучало? Я, конечно, подозреваю, что это со дна, но... Вообще, в данном контексте шутки про дно, второе дно, приобретают новый смысл. В конце-то концов. Водный мир, все дела. Че? О, отпечатки ног. Отпечатки ног стрелка. Они имеют вид обычных потинок, но они огромные. Это предполагает, обувь должна была сделана быть вручную, а убийца, вероятно, мужчина. Тогда владельцы этой обуви должны быть необычайно большие ноги для его роста. И он должен быть достаточно богатым, чтобы иметь муфручную работу, подогнанную под свой размер. А, там Трубчанский. Части разбитые корзины, похоже, и Шерт выдержала его, когда его застрелили. Это предполагает... Части разбитые корзины. А, ну, можно передать. Пожилой мужчина, латина, слабитый выстрелом в сердце. Чуваки, у нас тут детектив. В оба уха вставлены зелёные серьги со сложной гравировкой. Его зубы тоже инструктированы. Инкрустированы. Инструктированы. Хорошо инструктированные зубы. Вы будете жевать. Вы будете жевать до конца своих дней. Леграсс описывал подобные зубы как общую отличительную черту между лидерами культа Байю Кракен Дракона, показывающий их статус в культе. Пистолетный выстрел был направлен прямо в сердце. Они под углом, предполагаю, что... Так, но он не мог быть одинакового роста с Жертвой, просто потому, что он должен был быть намного больше неё. Два комплекта с одним и тем же протектором. Автомобиль уехал нагруженным. Глубина вырезила глубже с внешней стороны. Убийца. Мужчина. Среднего роста. Богатый. Расчётливый. Видимо, живущий вы смутили окрестностях с легким доступом к грузовику и достаточным социальным статусом, чтобы встретиться с высокопоставленным членом Куи. Куль-Куль-Табайю. Ктух. Кракен. Короче, убийца почти наверняка является членом местной семьи Марш. Инсмусский народ и теморские существа связаны, но это ещё не всё. Орден Дагона также должен быть связан или служить богу Кракена куль-Табайю. Факты показывают, что Леграсс был прав, но эта история даже больше, чем он думал. Я докажу это для моего старого друга и положу конец этому делу раз и навсегда. Сука. Улики с места убийства. Ха-ха. Интересно, я, если я неправильно истолковал улики, это на что-то повлияет? Если повлияет, то на что? Ну ладно. Пишите знать, пишите, если знаете, в комментариях. Гениально. Если знаете, то пишите в комментариях. Лучше так. Да, да, да. Так. Ладно. Fire in the hole! Вверх-вниз, вверх-вниз. Блин, я даже не знаю, куда бы дёрнуться. Я даже не знаю, нужно ли мне бывать везде. Я слегка ошарашил, честно говоря. Чёрт у тебя, коралл. О! Встречающий комитет. That's all, folks. Я даже слегка расстроен. Противогаз, противогаз. Чувак, там две бочки рванул, а тебе хоть бы хны? Ты не чувствуешь себя слегка слишком живучим? Так. Вон, смотри, последняя комнатка сверху. Я, блин, думал, чё за грёбаный стук? А это, видимо, типа, дождь штучит по ящикам. Так. Я не зря сюда пошёл. Какая-то шняшка тут есть. Так. Фигурка-торнадо. Не знаю, фигурка из слоновой кости ручной работы. Фигурка похожа на изверистую, скручивающуюся воронку торнадо, но с человеческими чертами и кричащим хлебалом. Э... Нет, всё-таки я сюда пришёл зря. Блин, ну ладно, погнали. Надеюсь, тут нет секретного уровня, иначе мне, конечно, не хотелось бы, чтобы нынешний выпуск затянулся. Не, не потому, что я не хочу совсем играть в эту игру. Просто не хотелось бы, чтобы выпуск затягивался. То 14 августа вышла довольно интересная, на мой взгляд, игрушечка Death Gambit. Death Gambit. Смертельный Gambit, короче. Так вот, игрушка обладает просто умопомрачительным артом. И, в принципе, геймплей тоже довольно интересный, но на первом уровне он не раскачался, вот честно скажу. Я прошёл первый уровень, хотел его сразу записывать, но что-то мне помешало, там разные персонажи, я решил немножечко сначала сам посмотреть это всё. Ну так вот. Так вот, я пролетаю. Золотой замок. Так вот. Также там есть разнообразные классы персонажей, хотя чем они отличаются, кроме начального вида оружия и стартовых характеристик, я пока не дублин. Но, но, я хочу повториться, что арты там просто замечательные. зелёная раковина, большая зелёная окошка с чем-то, о, ещё одна. Половина очень большой, ну, короче, то же самое. Роберт, послушай, а не Сифор, благослови его, просто не понимает науку или биологию, подумай об этом, почему голова великого учёного похожа на головоноги? Не потому ли, что мы просто провокцируем его на него, как в случае человечка на луне? Не так ли, как с осами и пчёлами, где внешние и сходства кажутся нам поразительными, поэтому мы предполагаем родство с тем, там, где его нет. Великое предположило, не присутствие великого учёного повлияло на весь ход эволюции на этой планете. Я, например, вижу в этой теории гораздо больше славы и цели, чем в любом мистической догме. Это означает, что великий учёный запланировал наше изменение ещё до того, как была записана история, и что мы действительно его избранные слюзники с любовью, Элиза. Похоже, сие есть некая полустория. Фанаты Говарда, вы уж на меня не серчайте. Я, прямо скажем, не самый преданный фанат. я тебе прицелил, блядь. Прицелят просто сломается. Анг! Анг! Так, ну давайте сейчас, если я пойду влево, я думаю, я вот этот кусочек весь открою. Какой ты снайпер, а? Ага, фига я там открою. Ладно. Слегка обидно, но всё-таки не смертельно, да? Блин, кто что-то босс-то интересный, а? Я оставлю на чувака, который будет превращаться в огромный акуl. Опа! Хотя не знаю, возможно это будет... Хотя я так и не понял, чё мы тут расследуем, пацаны. Я, типа, детектив и всё такое, но... А де-факто-то чё мы тут ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. ДАРОВО, МУЖИК! О, у меня есть маленькая аптечка, кстати. Фу, нет, конечно, здоров-то здорово, но вот что-то опать. Мне нужен продавец за знания, вот у него там шмотий, а Бармотий вообще зашибись, хотя там снайпера себе изображать. Блин, ты чё там, с бутыльника своего позвала? Машу тут своими бутыльерами, ха, блин, ладно, похоже, игрушечка немного повторяется, ой, нет, друг, извините, это я повторяюсь в этой игре, потому что я хожу, чёрт как и чёрт где, и чёрт зачем. Коктейль Молотова, ребята. Медальон, иди-ка ты в параллельную вселенную медальонсе. Так, что мы имеем, что мы имеем, что мы имеем и куда мы идём? Идём мы, я думаю, вот сюда, хотя, возможно, тут что-то будет интересно. Ладно, пойдём через верх. Нельзя аптечку? «Прощай противогаз, прощай. Нам было хорошо с тобой вдвоём, и об этом песню мы поём». Ладно, извините, у меня вечно какая-то тю-тю в голове. Золотых ключей мы пока так и не подобрали, да? Ну, не судьбина, не судьба. Блин, где торгаш за знания? Это не судьба. С��도 провести такого равенную смыслу. Да не сходить из него с МГЭ. Да, вода в нем были. Ох-ов-ов. Извините, что у нас там есть некая, и у нас есть и неприцевая смысла. Ух-ов! 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 Юсико, помоги мне, пожалуйста, помогите мне, что-то происходит со мной Что, что такое, о, о, это, о господи Мне трудно дышать, пожалуйста, мне кажется, что-то оздарило мугры Мне нужно снять это, помогите мне, пожалуйста, помогите мне Позволь мне помочь, держись, я думаю, что смогу, эм, вот так, над головой Вау Хаули фак Ключи от лодки Надеюсь, я совершил не самый опрометчивый поступок в этой игре Ладно, придется завязать аптечку Блин, еще одна выпала, ну ладно Знаете, это было... Блин, если бы я встретил в начале, я бы, наверное, переиграл уровень Но поскольку я уже прошел черти сколько и сам черти где, я, по-моему, оставлю все как есть Хотя я подозреваю, что мне эта улица Блин, что там у тебя на этой дубинке? Почему я так замедляюсь от нее? Так, комната бесполезна, в принципе Ну не буду же я по этим ящикам шариться Ну, по тем не буду, по этим буду Вот такая я непредсказуемая натура Хотя, конечно, они все пустые Так, так, что тут у нас? Ага Павший мост, здесь не пройти Нужно что-то придумать Делать поплавки Да, сучечки Ммм, еще и разные Так, слушайте, мы сейчас обязательно отплывем Но сперва, сперва давайте найдем босса Сперва босс А потом поплывем нафиг отсюда Ну, кстати, что он тут? Просто ящик остался И на самом деле было бы неплохо, если бы вы Воу-то я сделал Кажется, это босс Может, мне заедут невидимость? Наверное, зря Это с... Это сухопутный червяк Вы и ваш рот причинили нам достаточно проблем Мой рот? А что насчет твоего дружка? Гей Нельст Какой-то еще Нельст Так, сейчас А, нельсти себе, шваль Моя родословная связана напрямую с чат-чат У нас нет с тобой ничего общего А как насчет твоего дружка в доках Слышно, что от него? Друг в доках? Игнорируй его, Кастро Забери его оружие, пока я удерживаю его Он будет принесен в жертву догону Скажи, когда в последний раз ты видел своего друга Которого вы послали помочь старику Маршу? Ты что тут знаешь о местонахождении Рауля? Ты с этим связан? Барнабас, может быть мы сможем обменять этого на моего брата? Боюсь, твой брат мертв Барнабас выстрелил ему в упор в сердце из пистолета Стой, что ты имеешь в виду Докажи Рауль был послан в доке, чтобы помочь Барнабасу с ящиками Наполненными ценностями культа Баю Барнабас вернулся без него, но с многоценностями И без сомнения сказал, что Рауль достался доделать что-то Убрать или шпионить Или возможно взремнуть Блин, или вот второй вариант Давай попробуем первый Барнабас! Так, сейчас Блин, этого это сложно Барнабас, я мой брат Ты действительно думал, что мы разделим славу мира с такими грязевыми червями, как вы? Вези его! Оу кристаллов Дагона. Теперь вы можете попасть к Дагону. Really? Так, я, конечно... До двери? Нет. Я бы, конечно, с удовольствием сейчас попёрся туда, но... Но! Но-но-но! Трижды но! Эти два парня меня несколько напрягли на самом деле. Я думал, это... Сейчас будет сразу два первых босса, которые были в самом-самом-самом первом уровне. Я думаю, сейчас они вдвоём будут эти два таких босса. Представляете, как бы мне наваляли сейчас. Давайте попробуем на лодку сесть. В конце концов, блин, ради этого собирали всю эту шелупу мне вокруг. Moonlight. Так, давайте выберем что-нибудь менее раздолбанное. Наименее раздолбанное. О, смотрите, паровая штучка. Блин, ну... А как? Золотой с дельфином. Чёрт, это сложно! Серебряный с акулой. Ну, остался только последний вариант. Слушайте. Блин, ну хоть какой-нибудь бы намёк, а? Это ж мне всё перебирать на каждое. Не очень приятненько, знаете ли. Ладно, извините, что я напеваю, просто музычка, которая звучит в игре. так зашибись внутри кабине воняет рыбу и солью я нахожу то что я ищу под рулем капитанский журнал содержит точные координаты рифа дьявола короткая история фабрики марш простите это все это все ребят я то думал что я сейчас куда-то поплыву так запомните рич баунти золотой ключ ладно этот кусок я сейчас вырежу я сейчас схожу вот в эти две комнаты которые я не исследовал и посмотрю что есть там интересного если что-то будет интересное этот кусок появится в игре раз вообще очень непонятно я вроде получил координаты этого сраного рифа ну что мне это дало я ведь так в итоге никуда и не уехал у что прямиком в водок подожди подожди не дергайся я с собой архов возьму а в принципе идти то больше и некуда риф дьявола риф дьявола эй парни а почему риф дьявола очень похож на особняк ладно ладно давайте обыщем этого парня тело мертвого солдата судя по бардаку вокруг него здесь был серьезный бой судя по бумаге с приказами которые я нашел в солдатской сумке происходит рейд на базу ордена там же есть что-то о запланированном наступлении подводных лодок и стремительным выходом из города прежде чем они начнут крутить людей похоже что лиграс отправил свою информацию не только мне но и нужным людям в правительстве ладно я наверное зря струхнул все таки не такая что большой звезда приходит всем спасибо за просмотр правда честно говоря я так и не понял то что я нашел координаты рифа помогло мне открыть вот эту вот локацию или то что я получил кристалл догона всем спасибо за просмотр пишите можете даже чете поставить и до новых встреч